Президент Республики Сербской опускает в урну бюллетень с отметкой в графе «Да». Милорад Додик проголосовал за сохранение празднования Дня Республики 9 января. Именно в эту дату, в 92-м, боснийские сербы объявили о создании независимого государства, после чего в регионе началась межэтническая война, унесшая жизни более 100 тысяч человек. Вопрос о возможном переносе Дня Республики местные власти вынесли на референдум после того, как в конце прошлого года Конституционный суд Сараева постановил, нынешняя дата совпадает с православным праздником и ущемляет права боснийско-мусульманского меньшинства, проживающего в республике. Антиконституционным суд признал и нынешний референдум. «Сегодня важный торжественный день, — говорит Додик. Судя по атмосфере, вечером я буду доволен результатами. Посмотрим, что принесут нам последующие дни. А мой ответ прокуратуре — это сам референдум. Если они захотят арестовать кого-то, то пусть арестовывают всех голосовавших». Несмотря на запрет Сараева, жители республики в воскресенье пришли на избирательные участки. «Я за референдум, — говорит житель города Бани-Лука. У каждого есть право проголосовать и увидеть результат своего волеизъявления». США и Евросоюз осудили референдум, опасаясь, что он возродит на Балканах сепаратистские настроения. Из тех стран, участвовавших в Дейтонском соглашении, поддержала его только Россия. Сами жители республики сербской говорят, что не собираются выходить из состава Боснии и герцеговины. «Референдум поднимет много вопросов, — говорит житель Бани-Лука. Но не об отделении, а о том, что можно и нельзя делать в нашей республике». Проголосовать на референдуме могут 1 миллион и 200 тысяч жителей республики. 83% из них — этнические сербы. «Референдум» «Референдум поднимет» «Святой, здесь есть контакта в八 Bend. «Öрендум по мач板анию.